Так, зашел только в игру, назад в детство, добро пожаловать, новый батл пасс уже доступен для прохождения, успеть забрать уникальные награды первым, ага. Ну и что ж, здарова братва, с вами Ревас. Вот и вышло наконец долгожданное хэллоуинское обновление, получилось оно довольно годным, было добавлено очень много чего интересного, много систем было изменено, много чего было доработано. Из того, что мы рассмотрим в данном видеоролике, это новый батл пасс. И насколько я знаю, причем не один, для тех кто играет через телефон, для новичков сделали еще один отдельный батл пасс. Так, назад в детство, стандартный, 1023, это уникальное погружение в мир, настроги и детские воспоминания. Он принесет вас в беззаботные времена, когда все было возможно, а мир казался огромным. Леток 10-15 назад, будучи еще в начальной школе, я приходил после школы домой, усаживался за телевизор и по СТС в 2-3 часа дня смотрел мультфильм Скуби-Ду. Хороший мультфильм, и этот батл пасс сейчас для меня будет набивать, скажем, воспоминания. Стоимость 2690 азакоинов, ну что ж, давайте покупаем. Вы успешно приобрели статус батл пасс. Итого, я так понимаю, здесь есть две вариации, улучшенный батл пасс, ну а также обычный, который мы, в принципе, уже купили. Улучшенный батл пасс, обалдеть, стоит 7500 азакоинов. Итого и получается, чтобы, так скажем, получать еще улучшенные призы, которые на нижней строчке, нам придется его, так скажем, купить. Но в любом парне случае, я всем рекомендую покупать улучшенный батл пасс, если у вас есть возможность, поскольку те призы, которые вы будете получать, они окупят спокойно все эти затраченные азакоины. Давайте посмотрим, что у нас здесь по наградам. Обычная награда, так, точильный амулет, ну в принципе неплохо, аксессуар, рюкзак бамблби, ну нормально. Получат только те, у кого есть улучшенный батл пасс. Так, тут у нас кепка скуби-ду, супер охлаждайка, сироп майнера. Интересно, в каком количестве все это будет выдавать. Объект злое зеркало, ларец олигарха, ларец кладоискателя. Подарки, сироп фермера, ларецы. Интересно, в каком количестве это все будет выдаваться. Здесь у нас объекта скуби-снэк, корм для этой собаки. Рулетки, ларцы, обнуление нежденных достижений, давайте смотрим дальше. Капец, 20 страниц наград, обалдеть. Редкие материалы, снова ларцы, здесь нам на 15 уровне выдадут скин Велмы. Что я думаю, очень неплохо, уникальный скин. Интересно, конечно, будет ли тут бег си-джея. Здесь у нас также ларцы, аксессуар, рюкзак скуби-ду, очень много рюкзаков. Обнуление пробега для авто, полезная вещь. Смотрим, давайте дальше. Тут у нас заточка для удочки, хорошо. Ларцы, три сотни азекоинов, аксессуар, мистическая сумка. Вот, так скажем, еще аксессуары. На 30 уровне еще один аксессуар, мистическая сумка. Заточки, еще азекоины, которые будут окупать потихоньку ваш лучший набор пропуск. Еще азекоины, которые будут потихоньку окупать ваш пропуск. Куча также ларцов, объект, трансформер, черная вдова. Ошейник, скуби-ду, аксессуар. Еще три сотни азекоинов, суммарно уже 900. Куча просто ларцов, в обычном пропуске на 45 уровне вам дадут 600 азекоинов, что довольно-таки неплохо. Здесь еще 300, суммарно 1200, аксессуар Оптимус Прайм на плечо, на 50 уровне, имея обычный пропуск, вы получите скин Шаги, еще 300 незаконных, тут у нас то же самое, ларьцы, рулетки, объект Машины Мистери, капец, интересно, на каких она размеров и как это будет выглядеть, еще 300 незаконных, суммарно уже вроде как 1500, для тех, у кого обычный пропуск, объект Трансформер Трасс, тут у нас то же самое, расходники, на следующей странице у нас аксессуар Рюзак Скуби Ду, по 200 евро периодически так же вам будет давать, ну если честно, 200 евро как-то будет маловато. Могли бы сделать поболя, что у нас здесь, аксессуар Шлем Оптимус Прайм, далее у нас объект Трансформер Оптимус Прайм, диски для авто Скуби Ду, боже мой, там чисто его голова внутри этого диска, скин Бамблби в обычном пропуске, здесь у нас начинаются очень хорошие награды, ближе к конечному уровню 1200, а Зе Монет на 77 уровне, имея улучшенный пропуск, тут у нас еще аксессуар Меча Стар Сейбера какого-то, не знаю откуда, Трансформер, если честно, парни, если смотрел, то прям одним глазом, мельком, то есть во время каких-то дел, полностью эту вселенную я не смотрел. Объект Трансформер Ревердж, так, подарки, лерцы, объект Трансформер Гримлок, куча просто объектов суммарно, подарки, 1500 АЗ Монет на 88 уровне, объект Скуби Ду, здесь у нас аксессуар Шлем Бамблби, не, на самом деле четко то, что такие топовые скины, очень много Зе Коинов, также добавили и в обычный пропуск. Неоновая подсветка, Виндблейд на спину, Твин Турбо, рисунок Твин Турбо 2, а тут не указано и непонятно, а какое Твин Турбо по итогу дадут. Имея улучшенный пропуск, вы также на 95 уровне получите сертификат на авто, Хаммер H2. Хм, если данный Хаммер кроме этого пропуска нигде более нельзя достать, то я думаю он чего-то будет да и стоить, и данный пропуск спокойно тем самым купит. И вот последняя страница, давайте посмотрим, что здесь нам дают. Так, ну это, так скажем, крылья, Ларец Вай Сити, скин Оптимус Прайм, сертификат на авто, машина, мистери, блин, вообще зачетно, то что эти награды они добавили в обычный, то есть вот этот пропуск. Обалдеть, в улучшенном пропуске, если вы достигнете сотого уровня, вам дадут еще полторы тысячи азекоинов, охранника Скуби Ду, который стоит 60 тысяч азекоинов, и еще сертификат на автофура Оптимус Прайм, обалдеть. Не, ну это просто имбовый пропуск, определенно его надо проходить. И если у вас, парни, есть возможность, обязательно покупайте улучшенный пропуск, потому что он определенно окупится, только этот охранник стоит 60 тысяч азекоинов, если вы будете активно играть, в этот пропуск по-любому пройдете, и все эти призы себе заберете. Не, ну мне прям очень понравилось, давайте прямо сейчас обязательно покупаем, улучшенный пропуск, все. Ну и давайте посмотрим, что у нас здесь по заданиям. Задание дня. Модный приговор, задание дается только на 23 часа. Красивый образ персонажа, пускай даже временно, это показать хорошего вкуса. Возьмите в аренду любую аксессуару другого игрока. Хм, ну в принципе легко, по наградам мы получим опыт, ну а также один родном лорец. Неплохо, давайте займемся этим. Можно, в принципе, договориться с кем-то из друзей, я давайте вот прямо сейчас напишу в чат семьи. Касаемо нового охранника Скуби-Ду, который стоит 60 тысяч азекоинов, он считается легендарным, как я понимаю, и стоит при этом всем просто кучу денег. Единственное, вот у него здесь указаны две характеристики, вот этого момента я не понимаю, по идее, если он легендарный, у него должно быть три слота, не знаю, конечно, как оно будет. В будущем-то, скажем, узнаем. Так, все, поступило предложение, 100 тысяч, давайте принимаем. Так, 5 секунд, все, вот, сразу засчитал награду за выполнение здания, давайте заберем. Так, забираем данную награду, и по итогу мы неплохо так уже продвинулись, получили, я так понимаю, 10 XP. Здание дня будет доступно только через 24 часа, давайте посмотрим, что у нас там дальше. Переходим во вкладку «Общие», здесь у нас просто куча заданий, которые можно потихоньку выполнять и получить кучу вот этих вот опытов. Ну, давайте потихоньку поуполняем, арендуйте номер в отеле на двое суток. Давайте вот выберем самый такой никому не нужный отель на нелегальном рынке, сделаем вот это, скажем, его владельцу выручку. Ресепшн для гостей, так, посмотрите список номеров, ну, давайте любой номер, допустим, 15-й. Видите, количество часов, так, получается 48 часов, давайте самый экономный номер, стоимость серии 37 тысяч, плюс заселение 15, да, вообще очень дешево, все. Ух ты, сразу, я так понимаю, задание данное я выполнил, очень легкое задание, да, 2 из 2, я думал, 2 раза нужно заселяться, но, оказывается, за раз все, в принципе, и выполняется. Еще плюс 5 XP, я думаю, сейчас прокачаем первый уровень, данную награду, кстати, я могу, по идее, уже забрать. Точильный амулет, есть два варианта, либо забрать именно инвентарь, либо продать за 50 тысяч, ну, давайте лучше заберем, это стоит больше, чем 50 тысяч. Ух ты, только одна штучка, я думал, вы дадут хотя бы штук 5-10, да, не густо, аксессуар, рюкзак Бамблби, давайте его тоже заберем, можно продать за 100 тысяч, но это вообще неразумно, давайте лучше забираем инвентарь, это определенно стоит больше, чем 100 тысяч. Во, вот такой вот рюкзачок, неплохой, немного, конечно, подредактировать в магазине аксессуаров, и будет вообще зачетно. Тут вполне возможно, что есть вот такое вот задание, заточить любой аксессуар или одежду в мастерской одежде, давайте прямо сейчас, используя наш вот этот вот дочильный амулет, это, в принципе, и сделаем. Поточим, давайте, допустим, вот этот рюкзак, почему, кстати, подсвечивается голубым, давайте прочитаем, бонусов вроде никаких не дает, но при этом все вот подсвечивается каким-то вот голубым цветом. Так, улучшение, давайте по барабану, попробуем его улучшить, шанс по идее, да, 100%, все, давайте улучшаем. Все, данный квест мы тоже выполнили, опыт получили, все квесты, если так посмотреть, очень легкие, ничего такого прям сложного нету, вот, допустим, сдайте любой аксессуар в ломбард, почините состояние личного авто в СТО, отправьте 5 объявлений в любую радиостанцию, поиграйте в конных ставках 5 раз. Квесты, ну, то есть, ну, очень простые, насколько я знаю, суммарно этих квестов здесь 200 или 300 штук. Кстати, вот, когда посмотрел, есть некоторые квесты, за которые дают не по 5 очков опыта, а по 7. Это вот квесты, которые можно выполнять только на хозяйскую либо фракцию. Также вот квесты для работяг, для водителей автобуса, для таксистов, для механиков, дальнобойщиков, инкассаторов. Купить любой автомобиль на автобазаре тоже вот задание. Посетите стрип-клуб, ой-ой-ой, отдых по-взрослому. Навевать небольшие воспоминания, ранее, когда я был малым, проходил игру GTA San Andreas, была одна миссия, где CJ кое-что делал 18+. И в этот момент, как вы думаете, правильно, зашла в комнату моя мама и всё это видела. Смотрел, чем я занимаюсь в этой игре, и с максимальным стыдом я в ответ также на неё смотрел. Так, а сейчас всё, давайте заказываем приватный танец. 5 тысяч вообще, то есть копейки, давайте заказываем. Приз был успешно добавленный тарь, данный квест мы также успешно выполнили. Ну всё. Чтобы получить следующие награды, эту полоску, я так понимаю, мне нужно дополнить до конца, до вот этого края. Из такого лёгкого, что сейчас можно сделать, давайте вот заходим в СЗС. Покупаем, давайте, один баллончик с краской, ну а также 5 канистр. Сейчас мы это используем. В успешном выполненном здании контрольная закупка. Первое здание выполнено, давайте сейчас ещё одно сразу второстепенное. Надо нам нашу машину просто перекрасить другой любой цвет. Всё, ещё одно здание мы также выполнили. Выполняем ещё одно здание, использовать канистру с бензином 5 раз. Так, давайте, также очень лёгкое задание. Данную полоску до крови я забил, и данные награды я уже могу забрать. Кепка с кубидон. Ну-ка, давайте примерим. Забираем эту кепку из супер охлаждающей жидкости. Так понимаю, тоже в размере одной штучки. Да, только одна штучка. Так, вот, кто-то, я думаю, да и будет носить. Что-то на богатом. Арендуйте яхту возле маяка на пряже Санта-Марии. 70 тысяч со скидкой 17500. Всё, данное здание, причём не одно, два задания одновременно, так понимаю, было выполнено. Так, по идее, я могу выполнить ещё только одно задание, и дали мне вот какой-то лимит. Найдите дом или биланс 5 раз. Финди Хаос и Финди Бист. Блин, настолько простые задания, что это, ну, просто жесть. Допустим, не знаю, давайте с 92, там, 3, 4, 5, и всё. Данный квест тоже выполнен. Так, я по итогу достиг 100-точного лимита, давайте посмотрим, могу ли я его снять. Да, это возможно, стоимость снятия 500 донат монет. Так, ну, теперь давайте рассуждать логически, вообще, в принципе, стоит ли оно того. 500 донат монет для многих игроков, это сумма довольно-таки немаленькая, очевидно. Всего у нас здесь сотня уровней, суммарно 2000 XP. И если вы будете каждый день вот так вот проходить по 10 заданий, я думаю, вы спокойно от Battle Pass успеете пройти. Сняв вот так вот лимит, заплатить 500 законов, мы получим еще суммарно 10 заданий, это 50 этих XP мы сможем еще получить каждый день. То есть, если я сейчас сниму себе данный лимит, я смогу себе прокачать 4, но также 5 уровень. Но стоит ли оно того, вот так вот каждый день вы будете отдавать по 500 законов, вы суммарно потратите, ну, где-то тысяч 7-6, так скажем, вот, для того, чтобы просто быстрее получить данные награды. Теорией может быть, если вы хотите одними из самых первых получить данные сертификат на автомобиле, охранника Скобиду. И если они у вас появятся самыми первыми на всем сертификате, вы с самого начала сможете их очень дорого продать, по идее. Потому что в будущем, когда все те, кто не снимал данные лимиты и потихоньку проходил, в будущем у них это все появится, это уже будет стоить гораздо дешевле, потому что это будет гораздо больше. Лично я, в любом случае, я буду снимать данные лимиты, о причине даже того, что я хочу одним из первых пройти данный Battle Pass. Чтобы дали для всех тех, кто желает, показать все данные награды, как они выглядят, что они из себя представляют, все эти аксессуары, тачки, объекты, охранник, скины, ну и так далее. Капец, функционал банкомата неплохо так обновили. Мне для квеста нужно выполнить счет сим-карты. Давайте это сделаем, допустим, не знаю, там, на 5000. Все, квесты еще один выполнили. Так, осталось последнее объявление. Отправил последнее объявление. Покупаем, давайте, оружие. Вот, допустим, Диггл 5 раз. И данное задание, опасный гангстер, также мы выполнили. Так, задание, открытие ларецов, по 10 раз скажет ларец. По факту, очень легкое задание, могу, в принципе, прямо сейчас по-фасту его выполнить. Берем, давайте, 10 таких, 10 таких, 10 таких. Сейчас попытаем нашу удачу. Так, все, одновременно выполнили два задания, открыв 10 ларецов премии. Открываем, давайте, ящики супермота. Так, еще одно задание. Ух ты, вы успешно выполнили задание ненужных вам, просто поукидывал что-то в мусорку и выполнил данное задание. Так, открываем, давайте, ларец крафтера, что у нас здесь? Все, все, открыл. Эм, это че? Осколок руки бесконечности? Эй, вправду выпал? Обалдеть, для тех, кто не знает, осколок этого аксессуара стоит около 200 миллионов. Везение довольно неплохое. На этом, в общем, дорогие друзья, данное видео подошло к концу. Если вы хотите увидеть видео, где я полностью прохожу данный Battle Pass, показываю вам все награды, которые выпадают с него, то давайте постараемся на этом видеоролике набрать полторы тысячи лайков. Всем большое спасибо за просмотр, всем желаю удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...